МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорога будет открыта после особого распоряжения Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания. В настоящее время на транскаме продолжаются работы у расчистки снега. Быть ли Южной Осетии Аланией? Звучат и другие предложения, как, например, Осетия, именно с начальной буквой А или Ирестон. Предложений много. Научный мир обеих частей Осетии, общественность, молодежные организации активно обсуждали инициативу президента Южной Осетии Леонида Тибилова о возвращении исторического названия. Осетинская часть интернета бурлит. Попыткам наших соседей как южных, так и северных переврать или украсть нашу историю до сих пор противостояли осетинские ученые-лингвисты. Впрочем, не только осетинские. Настоящие ученые в России и в Европе и в США давно все доказали. Впервые на защиту осетинского исторического наследия встал политик, глава государства. Это уже серьезно. Искажать факты истории мы не позволим. В обеих частях Осетии активно обсуждается инициатива президента Республики Южная Осетия Леонида Тибилова о переименовании Республики Южная Осетия с включением в название слова «Аланья». Эта тема была поднята журналистами на итоговой пресс-конференции президента. Глава государства отметил, что необходимо отвечать вызовам времени и не допускать искажения исторических фактов со стороны кого бы то ни было. Речь идет прежде всего об активных попытках руководства Республики Ингушетия претендовать на аланское наследие. Как известно, столица этой республики еще при прежнем руководстве была названа как «Аланский город Магаз». Теперь там установлены так называемые «Аланские ворота», а теперь еще планируют возвести памятники воинам Аланам и Амазонкам. По мнению президента Республики Южная Осетия, необходимо вернуть нашему государству название, отражающее научно доказанную принадлежность к аландской истории. Двумя руками, как говорится, за то, чтобы начать работу по названию нашей республики. Я также предлагаю назвать нашу республику Республика Южная Осетия Аланя для, скажем так, начала. Я думаю, что весь мир об этом узнает. Я предлагаю и, естественно, сразу же сделаю поручение всем службам президентским, исполнительным и парламентским приступить к вот этой работе, переименовать нашу республику в Республику Южной Осетии Аланя. По поручению президента накануне в правительстве состоялось обсуждение вопроса переименования с участием членов правительства, представителей политических и научных кругов, юристов республики. Было отмечено, что настало время конкретных шагов. Идея восстановления в названии страны термина Аланя получила одобрение не только среди общественностей, но и в научных кругах. По мнению историков и представителей общественности, этот вопрос необходимо было поднимать десятки лет назад, чтобы сегодня не было попыток украсть нашу историю. Предложение президента республики мне лично представляется и своевременным, и вполне обоснованным историческим. Наша главная стратегическая задача, если я ее правильно понимаю, является вхождение в состав Российской Федерации. С тем, чтобы слишком долго мы в Северной Осетии находились в различных этногеографических, этнополитических условиях. И чтобы притереться друг к другу, видимо, должен пройти определенный период, когда мы уже под каким-то, посмотрим, названием, уже объединились в одно политическое объединение государственное. То, что это именно исходит от президента Леонида Тибилова, это мне очень приятно. Потому что политики, которые возглавляют республику, и правительство, и парламент, они должны быть идущими впереди всегда. На совещании в ходе обмена мнениями прозвучало несколько вариантов названия, каждая из которых имела историческое обоснование. Республика Южная Осетия Аланья, Республика Аланья и другие. В работе над переименованием республики в Аланью необходимо вести аргументированный диалог со всеми. А аргументов с исторической точки зрения у южных осетин больше, чем у всех национальностей, которые претендуют называть себя потомками Алан. Если посмотреть на карту Кавказа, то очертания Северно-Южной Осетии ясно показывают, что это границы одного государства. В письменных источниках, особенно от рубежа первых веков нашей эры, четко прослеживается, что термин Аланья распространялся и на южную часть главного Кавказского хребта, его центральной части. То, что, допустим, Ингушетия Тамарку себе выстроила огромные башни и так далее, все это чепуха. А сегодня башням ничего не докажешь. Но все-таки я не согласна с тем, чтобы была республика Южная Осетия Аланья или просто Южная Осетия, то есть Южная Аланья. Почему я тут поясню? Потому что Осетия, так или иначе, слово русское Осетия, это все-таки грузинское овси, овси-ты и оси-ты, да? А оттуда это идет, этот термин. А поскольку все-таки мы Алани, вот по истории, да, мы должны все-таки вернуться к своим истокам. Уже сегодня идея переименования подхвачена многими. Идет активное обсуждение в интернет-пространстве. Первые шаги по переименованию предпринял директор информагентства ОСИМФОРМ. Теперь сайт называется «Аланья.Инфо». Год назад я уже, честно говоря, купил уже домен «Аланья.Инфо» и решил как раз приурочить. Как раз совпало и за два дня все это дело мы проделали и переименовали вчера. В около 8 часов вечера сайт из ОСИМФОРМ превратился в «Аланья.Инфо». Заходить можно также по старой ссылке и также есть новый домен. Никаких проблем не возникнет у наших пользователей. На правительственной встрече было отмечено, что уже сегодня необходимо обсуждать вопрос на открытых площадках, в средствах массовой информации, доносить до каждого историю осетин, внедрить в сознание, что именно осетины являются прямими потомками Скифов, Сарматов и Алан, о чем свидетельствуют многочисленные факты письменности и научных трудов ведущих мировых историков. Никто мне не приведет ни одной источника, где бы можно было даже намеком сделать вывод, что в состав этницких «Алан» ходили кто-нибудь, кроме Осетии. Единственным здесь исключением, относительно исключением, это болтарцы, в меньшей степени карачаевцы, в этногенезе которых действительно основой был «Аланский элемент». Для работы над вопросами популяризации истории осетин было высказано предложение создать рабочую группу под эгидой правительства, состоящую из филологов, историков, археологов и политологов. Выработанные по результатам обсуждения предложения будут представлены на рассмотрении руководству республики. С началом Нового года возникли проблемы с провозом товаров в нашу республику через государственную границу с Российской Федерацией в Нижнем Заромаге. Магазины пустели, население начало испытывать недостаток в товарах первой необходимости. Предприниматели жалуются, что не могут провести товарные грузы через российскую гостинскую границу. Такие ситуации с пропуском товара возникают с определенной периодичностью. Грузы задерживали в 2013-2014 годах. В правительстве состоялись встречи с предпринимателями, где шла речь о вариантах решения проблемы. С 90-х годов наше предпринимательское сообщество ввозило товары по упрощенной системе. Вернее, системы и вовсе не было. Весь этот период российская сторона снисходительно относилась к нарушению закона. Однако теперь ситуация изменилась и потребовалось исполнение закона. Руководство республики предприняло ряд шагов для выхода из создавшейся ситуации. В первый же рабочий день после новогодних праздников было направлено письмо в соответствующую инстанцию Российской Федерации. Нам был предложен некий льготный принцип провоза товаров, соответствующий всем нормам и, что немаловажно, в упрощенном варианте. Минимальный пакет документов, которые должны будут оформлять все предприниматели без исключения, необходим в первую очередь для оформления декларации. Как отметил председатель таможенной службы Мурат Схавребов, именно этот вариант наиболее подходит и является оптимальным для всех. Товары, производимые в России, которые предприниматели возят в нашу республику, согласно соглашению о режиме торговли, не облагаются кошминой. Но эти же товары в обязательном порядке должны проходить таможенное оформление. Каждый год проблема с провозом груза возникает снова и снова. Теперь же пришло время соблюсти федеральный закон, которому должны подчиняться все, отметил заместитель председателя правительства Алан Техов на встрече с предпринимательским сообществом. Пакет обязательных документов должен предъявляться не только на таможне, но и в самой республике на местах торговли. Каждый покупатель вправе попросить на тот или иной товар сертификат соответствия, чтобы убедиться в том, что товар соответствует всем необходимым нормам. Физикальный орган, любой контролирующий орган, приходя к предпринимателям, будет автовая продажа, будет зарозничная продажа, по первому же требованию вы должны предъявлять все эти, весь необходимый пакет документов. То есть никаких, понятно, разговариваний дома. Рано или поздно правила оформления грузоперевозок через границу должны были быть соблюдены, и условия, предложенные нам, являются упрощенными. Яна Плива, Ренат Медоев, специально для программы «Неделя». Приседатель правительства Доментий Кулумбегов провел встречу с министром образования Натальей Гассиевой. Приседатель правительства отметил, что в целях повышения эффективности работы министерств и ведомств республики и по поручению президента такие встречи с руководителями исполнительной власти станут регулярными. В формате общения поэтапно будут решаться приоритетные вопросы. Работа началась с министерства образования. Почему мы начали вот эту работу с министерства образования, я хочу еще раз подчеркнуть, что работа с молодежью, работа с подрастающим поколением, их обучение, это на первом плане было всегда руководство и сохраняется. За последние годы удалось многое сделать в плане строительства образовательных учреждений. Построены школы и детские сады по всей республике. И сейчас надо направить все усилия на повышение образовательного процесса. Председатель правительства интересовался всем, в том числе и особенностями учебного процесса в зимний период. Мы хотим подчеркнуть, что благодаря усилиям правительства президента сегодня школы пожаловаться на то, что с отопительной системой какие-то проблемы уже не могут. У нас во всех школах тепло, у нас есть отопление, у нас есть условия. Если мы не хотели бы проводить параллельно, тем не менее, она опрашивается. Если мы сравним с тем, как было несколько лет назад, то сегодня наши школы могут сказать, что эта проблема, в принципе, не даст порядки дня. В зимний сезон возникают и проблемы с распространением эпидемии гриппа и ОРВИ. По словам Натали Гасси, Ваймин образования ведет постоянный контроль в учебных заведениях, фиксируя количество детей, отсутствующих в школах по причине болезни. Проводится и совместная работа с Министерством здравоохранения и санитарными службами. Направлены письма в городское управление образования и в районы республики, где предписано усилить контроль в детских садах и школах. Говорилось на встрече с председателем правительства и о планах Министерства образования готовиться к проведению городских и республиканских олимпиад. И еще в планах участия детей нашей республики в олимпиадах, проходящих в Северной Осетии. Мы хотим обсудить этот вопрос с Министерством образования Северной Осетии, чтобы наши дети имели возможность принимать участие в их олимпиадах. Ну, если пока хотя бы районных, я не знаю, областных. То есть каких-то, может быть, не республиканских, да, не российских, там уровень российских, российская федерация, какая региональная. Посмотрим, что у нас получится, но такое у нас в планах есть. Томентик Улумбеков поручил максимально объективно и справедливо подходить к результатам олимпиад. Пусть дети соревнуются, пусть они, пусть выигрывает сильнейший. От этого будет выигрывать наше общество, от этого будет выигрывать процесс, потому что дети потянутся, почувствовавшись. Это могут мимо таких фактов проходить ни в коем случае нельзя, я вас очень прошу. И если будут такие оползновения и факты, давать им очень принципиальный оценок, потому что без этого мы эффекта на этих олимпиадах не достигнем. И если один раз будет поранено тем, что несправедливо подошли, кого-то незаслуженно оценили, переоценили, то остается у них вот это чувство на всю жизнь. Кадровые вопросы сегодня стоят остро. Поступает много заявлений о трудоустройстве. Как отметила Наталья Гассиева, каждое из заявлений тщательно проверяется и рассматривается. Важным моментом в решении этой проблемы является преемственность. Старшее поколение должно передавать опыт молодому. Последние годы в нашем обществе очень много дискуссий, эмоциональных волн прошло, что вот незаслуженно одних увольняют, других принимают. Здесь никогда для правительства не было самоцелью всех пенсионеров уволить и всех молодых принять. Здесь умно, разумно надо обеспечивать баланс, преемственность поколений преподавателей, если можно так выразиться. Если человек работает и способен приносить пользу школе, образовательному процессу, то он независимо от своего возраста, допустим, работает. Было сказано и о подборе директорского звена. Это должны быть люди, способные организовать работу всего коллектива, направить его в единое русло. Особое внимание должно быть уделено в школах патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей, сказал председатель правительства. Министр образования и науки Натали Гассиева сделала акцент на проблеме школьных учебников. В библиотеки учебники не поступают, родители их покупают сами. Доментий Кулумбеков поручил выделить социально незащищенные семьи, которые не в состоянии покупать дорогостоящие книги, а правительство поможет таким семьям. Натали Гассиева рассказала и о курсах культуры речи. Многие дети не могут передавать свои мысли, и их нужно учить говорить. Эти курсы помогут детям свободно изъясняться и чувствовать себя уверенными. Шла речь и о питании. Натали Гассиева поблагодарила за повышение квоты на питание в детских садах. Здесь нет никаких проблем на сегодняшний день. Но в школах 47 рублей за питание на одного ребенка – это, конечно, мало. Мы, безусловно, к этому вопросу будем возвращаться и наращивать здесь свои финансовые усилия. Спасибо. Но, с другой стороны, я бы попросил организовать очень вместе с отделами народного образования, с органами, с администрациями города и района, обеспечить контроль за использованием этих средств. В каждом учебном заведении все средства, которые мы выделяем, они до копейки должны доходить именно до детей и до обеспечения их нормального питания. Зашла речь о ремонте школ номер 3 и номер 10. Третья школа – одна из старейших. Здесь необходимо провести восстановительные работы. А десятая, хотя и малочисленна, но все же в ней идет образовательный процесс. Такие встречи планируют сделать регулярными. Поэтапно будут решаться проблемы и будет проводиться масштабная работа по повышению уровня образования в нашей республике. На этой неделе все структуры ЖКХ городской администрации, пользуясь хорошими погодными условиями, работали практически в режиме весенних субботников. Управление благоустройства проводит масштабные уборки территорий окраинных районов. ЖЭК продолжает замену подвальных инженерных сетей. Идет ремонт кровель в нескольких многоэтажных домах. Практически завершен ремонт крыши на улице Тельмана, 89. И полным ходом идут ремонтные работы кровли домов в микрорайоне Московске. Коммунальное хозяйство города продолжает работы по улучшению состояния жизни населения нашего города. С силами ЖЭК мы продолжаем работы, которые мы начали в прошлом году, по замене подвальных инженерных сетей в многоквартирных жилых домах. В настоящее время эти работы у нас ведутся по адресу улицы Героев, 27. Мы продолжаем работы по ремонту мягкой кровли в микрорайоне Московске. Это по улице Защитникова Тельмана. Могу сказать, что силами водоканала нами сейчас проводится подключение новой водопроводной системы. Это по улице Заводская, две девятиэтажки и общежития. Эти недели они также будут подключены к новым водопроводным сетям. Как рассказал начальник ЖК Хагина Адди Тибилов, хорошая погода позволяет городским службам работать в полноценном режиме. Работники благоустройства убрали сквер на улице 8 июня, где скопилось большое количество мусора. Комнальщики очистили сквер, теперь здесь ухоженно и чисто. Остается выразить надежду, что эта чистота надолго. В который раз приходится повторять, что чистота города зависит от каждого его жителя. На этой неделе ГУП «Ирдизайн» приступили к плановой замене перегоревших лампочек на столбах по всей территории столицы. Наши сотрудники ГУП «Ирдизайн» в настоящее время находятся во Владикавказе. Закупают необходимый материал осветительных приборов. И мы приступаем к плановой замене тех осветительных приборов, которые у нас в высшие стране работают. Сейчас мы плановой обоих заменять. И будем стараться поддерживать, чтобы весь город был в течение января-февря месяца полностью освещен. Трудились и над тем, чтобы все светофоры Цхинвала были переведены на круглосуточный режим работы. Структуры городской администрации продолжают и строительно-восстановительные работы зданий двух дошкольных учреждений. 14-го детского сада на улице Гафеза и 20-го на улице Героев. Ход работ проинспектировал председатель правительства Доментий Кулумбеков совместно с главой администрации Алланом Алборовым и министром образования и науки Натальей Гассиевой. Президенту было дано поручение правительству республики. Мы подготовили предложение и при его поддержке из бюджета республики были выделены средства на ремонт вот этих двух детских дошкольных учреждений из-за дополнительных доходов, которые в бюджет мы получили. Вообще у нас, мы знаем, что положение с обеспечением, с обеспеченностью детей детскими садиками, местами детского садика, оно у нас напряженное до сих пор. Но ввод в действие вот этих двух садов во многом снимет проблему. В Южной Осетии началась благотворительная акция «Твори добро» в поддержку тяжелобальных детей Кочевой, Габараевой, Миланы и Илоны Багаевой. Родные борются за жизнь. Если мы вместе поддержим их, то подарим надежду на жизнь и светлое будущее. Я и мои коллеги уже приняли участие в акции. Благотворительная акция «Твори добро». Просто отправь слово Хорст на номер 300757. Со счета будет списано 33 рубля. Эти деньги будут зачислены на счета Миланы Габараевой и Илоны Багаевой. Это ангелы, которым нужна наша помощь. Родители двух девочек 7 лет и 10 месяцев совсем недавно обратились за помощью в Центр милосердия при Академии социального анализа. Молодые сотрудники центра начали действовать оперативно. За два дня договорились с компанией «Мегафон», которая предоставила расчетный счет, куда и поступают все собранные денежные средства от отправленных СМС-сообщений. К нам в конце 2015 года обратились семьи двух девочек, которым требуется лечение. И исходя из этого, мы решили в рамках нашей организации учредить Центр милосердия, который будет постоянно уже заниматься такого рода деятельностью. В лечении оплачивается Министерством здравоохранения Республики Южная Осетия. То есть здесь речь идет о том, чтобы помочь семьям покрыть те расходы, которые возникают в процессе сопровождения ребенка вместо лечения. И это большие довольно-таки расходы, которые не входят в систему оплаты больных детей. Вся надежда на неравнодушных жителей нашей Республики и просто сострадающих попавшим в беду малышам. Осознание того, что мы можем подарить этим детям надежду на жизнь и здоровье, должно объединить всех без исключения. Стоимость одного СМС-сообщения составляет 33 рубля. И, как отметил организатор благотворительной акции, все собранные деньги разделят пополам, между Миланой Кочевой и Илоной Багаевой. Акция по достигнутой договоренности рассчитана на один год. Она будет проходить в течение одного года. В течение одного года этот номер будет доступен, и в любой момент времени желающий благотворитель может отправить СМС. Деньги будут собираться, аккумулироваться вот на этом счете, и потом в процессе, если кто-то обратится, мы будем готовы помочь. И все 33 рубля собираются на одном счете, и до единого рубля потом передаются обратившимся за помощью. Мы будем исходить из потребностей обратившихся, потому что ситуации бывают разные, но предполагается, что собранные средства более справедливыми будут, если их поделят поровну. Но будем смотреть по мере поступления. Семилетняя Милана уже проходит лечение в Москве. Девочку прооперировали. С мамой в больнице проводят дни и ночи, но теперь уже проходят реабилитацию. Мы смогли дозвониться до нее и узнать, как она себя сейчас чувствует. Милана, привет! Привет! Это тебя беспокоят с государственного телевидения. Ага. Мы хотим узнать, как ты себя чувствуешь, как твое здоровье. Хорошо. Ты себя хорошо чувствуешь уже? Да. Молодец. А расскажи, что ты в Москве видела, какие у тебя врачи? Ну, я много чего видела. Врач у меня Лойра Александровна. Ага. Хороший врач? Да. Хочешь побыстрее вернуться домой в Схинвал? Да. Ну, мы тебя ждем. Выздоравливай. Спасибо. Десятимесячная Илона также нуждается в дорогостоящем лечении. В ближайшее время она также должна быть направлена в одну из клиник России. Так уж сложилось, что лечение теперь могут осилить не все, тем более, когда речь идет об онкологии, дорогостоящих операциях и последующей реабилитации. Акция «Твори добро» как раз направлена на то, чтобы помочь нуждающимся семям в борьбе с болезнью. Значение имеет каждая СМС. Деньги, которые собирают, могут свершить настоящее чудо. Яна Плева, Ринат Медоев. Специально для программы «Неделя». На этом у меня все. Творите добро и будьте в курсе всего происходящего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok